просто от бабосов или от знакомства или ты играешь на теннис на полном как только заднеприводным нужно было у нас да получается что у нас вали кто снимает там две трети скажем так заднеприводных отечественное кино говно к сожалению да хочу вас в дуть так все не берет в этот самый в интервью это звал на не пошел серьезно вот почему я не народный артист я вот по бандарчука не знаю потому что он мой однокурсник квантовый мир подразумевает что возможно все в потому что мир принадлежит от заднеприва заднему приводу эти потенки так посмотрим как причёсан преподобный обычно всегда броденка я задеваю об этот вот фентилябр не могу постричь из-за из-за до съемок постоянных что сейчас за съемочек полярная 17 мишка по речен кого мы там снимаем когда выйдет не знаю они у них три раза уже режиссер менялся три раза продюсерский коллектив менялся не знаю там в чем проблема и сколько вы уже годиков снимать второй год снимаем два раза мы уже на кольском полуострое были в ледовитом океане я купался прохладенько очень прохладненько этот купель обжигает а когда ты входишь в ледовитый океан это та же самая купель плюс еще миллионы километров я не знаю холода это все ощущается водичка нет спасибо лису заст а вот меня немножко пересушила прошлом году я начал заниматься блогерством решил что вот это мое поле где я должен себя творчески реализовывать это не интервью мне хочется сделать это общение знакомства мою русский вариант по душе со мной с простолюдином и залат ну-ка ну что значит да ладно мы еле дошли до сюда потому что ни один глаз у вас не упускал и всех захотели с вами сфотографироваться мы отличаемся друг от друга как как не крути перехотел пить эту воду то что мы сейчас сидим это второй выпуск первый выпуск у меня был с артём тарасовым это который бился с датчиком который веселся на ну как соль и почему он оказался в этой машине потому что у меня была возможность взять его телефон он несмотря на то что я ноу-нейм так называют всех людей которых никто не знает он пришел ко мне в машину и мы также часик с ним посидели потом я думаю так надо брать других блогеров потому что но грубо говоря чтобы твои видосы показывал youtube здорово если тут сидят какие-то известные причем блогер потому что с блогера турист и и конечно когда я стал закидывать другим известным людям там вот амиран сардаров не знаю знаете ли вы не знаете в общем все ребята хотят денег причем по полмиллиона по миллиону рублей продолжить вот эту концепцию где я хочу брать интервью разговаривать с людьми у меня не получается с блогерами потому что ребята хотят много бабосиков и пока я никто никто со мной даже разговаривать говорится и смотреть на меня не хочет но у них это за большие дикие деньги конечно youtube смотрите ли вы сами всю эту вот историю именно есть блогер есть мне нравится бэд кино потому что комедиан да как правильно очень толковый парень видно с хорошей подготовкой видно что смотрит умею умеет анализировать потом не шаре нравится несмотря на то что это украинский такой блогер но мне нравится как он анализирует конечно он так в основном как за себя за за свою родину николай соболев и известное имя афоня нет эдвард бил никого не знаю в дуть в дуть знаем такого знаем немного смотрел немного видел но понятно что человек профессиональный умеет формулировать вопрос умеет ставить сверх задачу добивается он перед собой ставят сверху задач какую-то там подтвердить собственное мнение либо чтобы его разубедили собственное мнение он в принципе хороший журналист то есть как как блогер он реализован именно по той причине что не ленится разбираться не ленится предварительно разбираться подыскивать материал чем отличается хороший журналистом от плохого журналиста хорошему журналисту мало жареных фактов ему интересно предшествующее что привело к этому не само событие а что привело к этому события события все знают аж почему так случилось вот они разбираются причем так досконально хочу вас в дуть такси не берет в этот самый в интервью это звал но не пошел серьезно я не пошел обалдеть вы видали и вот у него не пошел на ко мне пошел что касается вообще блогерство как такового как как такового я вот у дочери у своей у варе спрашиваю как ты собирано как ты представление в окружающем мире создаешь для себя как формулируешь я яндекс смотрю предполагаю она гладь нет вот со временем ладишь как ангад нет мы выбираем себе там смотрим в ю тубе выбираем того или иного блогера который больше сад соответствует нашим представлениями нам больше подходит то есть такая произошла персонафикация от от источника информации но от технического источника информации там будь то телевидение будь то youtube конкретному пика конкретной персоне и она мне показала там нескольких блогеров тоже не очень как именно не запомнили запомнил да но специфика в специфика в том как я понимаю что одновременно и о моде может говорить и у политики и это все с позиции молодого человека существующего в современности вот я так понимаю чтобы за этим будущее youtube дал возможность тем людям которые никогда бы этой возможности не имели вещать вчера мой коллега андрей подошел к вам с вопросом вы смотрите вот вообще youtube я смотрю что чем увлекаетесь джо диспенза смотрел да 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 джо диспенза для нас кратко что о чем это транс персональная психология уже не скрывают себе серьезные ученые изучая вопрос там возможности мозга человека возможности о психологии возможности управление реальностью то есть как силой мысли создавать свое будущее да да в это верить верю нам не хватает веры для того чтобы управлять реальностью если ты какой-то в религии то же самое в принципе все если бы у тебя была вера с горчичное зерно ты бы сказал горе иди сюда и она пришла и собственно говоря исходя из священного писания можно сказать что мы не являемся верующими людьми мы являемся людьми стремящимися к вере и это же распространяется и вот на эту же сферу на эту сферу можно бросить свой запрос в никуда как этот в пустоту в пространство в бытие флантовое поле оно будет реализовано это не дело одного дня очень кратко и быстро рассказываю о чем идет речь возьмем материю то есть наше тело либо любые физические объекты они состоят из ткань клетка молекул атом субатомные частицы как показывает квантовая модель модель микромира что большую часть атома составляет просто пустое пространство атом и то есть пустота энергия на 99 и 999 100 тысячных процентов атом состоит из энергии и только на 0 0 0 0 1 процент из материи все объекты в том числе и ваше тело не твердый материал а энергетическое поле информационные частоты то есть 0 0 0 1 процент это электроны и важный момент когда ученый под свои огромные микроскопы глазели на этот электрон он являлся материя не увидел стоило ученым отвернуться не обращать внимание на электрон вот на эту 0 0 0 1 100 тысячную как этот электрон превращался в волну превращался в энергию когда наш мозг наше зрение наши мысли обращают внимание на какой-то объект на на что-то материальное что мы желаем она материализуется с научной точки зрения создателем своей судьбы являетесь вы и никто другой ты создатель всего того что происходит вокруг тебя бог это ты с научной точки зрения и разве это совпадает с убеждениями вашими зная о том что вы православный человек совпадает это абсолютно коррелирует из религиозной точки зрения потому что бог нас создал по своему образу и подобию то бишь творцом квантовый мир подразумевает что возможно все в том числе и религия мне нравится думать что это так мне нравится я может быть нахожусь какой-то такой собственной иллюзии но мне нравится мне нравится что я иллюзии на даже иллюзии это нравится что я могу понять хоть часть как устроено бытие и слишком ли много придумали в каждой религии лишнего этих ярлыков которые в целом может быть нам не нужны когда все просто когда есть квантовая физика когда есть пространство когда есть ты абсолютная энергия взять викингов а это же отличные войны которые были лучшими в свое время почему потому что они осознавали что после гибели они будут в альхали пировать с одинам и сторам у них будет сумасшедшая тусовка стрелы не брали ничего их не брало потому что у них была вера в то что смерть это только начало начало новой жизни слабость была у христиан они знали что где-то возможно есть грешок с их стороны и после гибели они попадут в ад нужны ли нам эти ярлыки опять я их обзову так ведь много же разных и религий и сект и и это же все классная придумка для разных умов разных умов которые примут это поверят в это и пойдут по этому пути надо ли это не стоит ли поверить именно вот эту современную науку когда сейчас ученые наконец-то они заговорили на одном языке с религиозными деятелями ушла вот эта вот шаблонность ньютоновской парадигмы когда все должно быть ровненько да и четко и а плюс б равно и на это весь обрядовый ряд религия это подготовительная как подготовительная технология для того чтобы человек обрел в себе силы и мудрость к вере то есть но это шаг к вере к вере в чек может прийти только вот методом чуда но для того чтобы это чудо состоялось необходимо для этого чуда создать некие условия возьмем посты много можно говорить о биологической полезности этом но это же не для этого придумано для того создана чтобы человек мог контролировать себя контролировать тело свое но тем не менее есть квантовый мир весь мир как таково есть бытие там за квантовым миром еще миллион миров и это хаос то есть больше в большей степени я хаосит нежели вот там квантовый как ты исследователь и в этом хаосе в этой бесконечности я выбираю себе некую конструкцию которая соответствует моим представлением который это возможность мне составить представление о реальности при этом дает мне морально-нравственные эталоны чтобы следуя этим эталоном я мог совершенствоваться прежде всего как человек любящий вы медитируете да но это сложно назвать то что подразумевает под собой медитация вот вашем исполнении ну и его какая это больше как физкультура для меня в свое время я столкнулся зеландист вадим зеланд трансерфинг практика такая что эта визуализация на не вульгарная визуализация не американского толка там типа фильм тайна и этого ты можешь все визуализируешь ставишь задачу погружаешься работаешь в практику ну кто-то называет медитации кто-то практика у меня был приятель который в трейдине автомобильная компания трейдин он знал что мне нравится бахи бахи семерка в частности нравится то вряд ли если когда не помог позволить но не когда-нибудь позволено завязывать слишком дорого для меня это абсурд на эти же деньги можно купить 2 х 2 хороших внедорожника и мне звонит мой товарищ и значит говорит у нас ситуация такая директор три кита назывался мебельные салоны итальянец только что себе пригнал семерку от ее на пароме привезли сюда а против магазина там завели какое-то уголовное дело не имеющие отношения к жульничеству владельцев до этих трех китов вот этот бедный итальянец который позвали напугался до смерти и хотя он только машину переписела привез он тут же взял билеты вот срочно ему надо лететь он очень боялся что у нас тюрьму посадят он не разобрался чего за люди оказалось все так страшно а как продать семерку это дорогая вещь и там единственное что не был подогрев сидений мне звонит вот этот александр мой друг и вы слушай семерку предлагают а я когда практиковал вот я решил взять такую несерьезную тему машина вот семерка у меня не могло быть семерки я в практике я представился семерку представлял как я выезжаю из подземного гаража представлял себе это подземный гараж многоэтажного нового здания как сейчас делают парковочные места уже под землю погружают колонны вокруг колонн я и вот мне звонить из какое-то время товарищ вот это какой-то слушай подает так дешевую семерку ему срочно улететь на дом все равно как это стоимость сидения на самом деле его давай я с удовольствием когда я визуализировал когда я практиковал ты должен якоря ставить то есть икоря ты иной раз можешь забывать это эффект старой фотографии предположим вот и сфотографировал сосновый лес если фотографию выцвела все равно по контурам ты узнаешь это сосновый лес если ты фотографируешь что-то в единой массе не выделяющиеся так без крупных объектов узнаваемых в уже в таком размытом состоянии ты не сможешь узнать а и среди прочего выезжал я в своем по вот в своей практике я выезжаю я сажусь машину я включаю оду к радости татаны на 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 семерка бмв вот я забыл об этом на самом деле я практиковал месяца два-три ушло на то чтобы это в бытие оформилась я верю в это потому что ну опробировал я много приложил усилий это кстати не очень легко ну да довольно тяжело я включаю машину начинаю выезжать и у меня начинает звучать оду к радости оказывается у бывший вот это талянь тоже любил оду к радости диск там стоял просто диском первому первую я включил машину за все включил включая музыку и я обратил внимание на колонны там естественно не были такие как красивые колонны как в том слайде который я для себя делал потому что ну если элитный дом элитный гараж это были бетонные но это были колонны вот та приколюха которая была с паречником про зеленского только зеленский ну вы его знаете как-то да ну зеленский и переставляли пока камера нам было делать нечего а шли и мы с вами информационные новости шли и там про зеленского мы с ним снимались вы его знаете как ну знаю да ну поверхностном немного снимались но снимались вот и чет прикололись оказался так все что там куда движуха и приехал на донбасс и стрелял по украинским позициям теперь он говорит гордей успокойтесь это вранье что он стрелял по украинским позициям это выдуманный фейк вашей пропаганды он сказал что вы идиоты хотя мне кажется он не говорил это просто смиток закрепило ну могу сказать кстати сказать ну а я не отрицаю собственно идиотизм реабилитируем доставки еще к этому как и у идиотовы как у князя мышкина и наследство бы желательно ну идиот без наследства вы же еще и в президенты баллотировались это была ерунда такая тоже прикол или вы просто меня женили не 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 вас вписали в блудняк вписали да потом когда это все началось я человек смешливый и я да да поддержал да если что там а потом какие то опросы сделали потом мне стали звонить из всяких государственных учреждений все и бознер потянул к себе да да все спрашивают все напугались а все знают мое дикие воззрения по поводу ну как должен строиться мир смело скажу вам о том что отечественное кино на мой вкус и на вкус моих близких к сожалению да вкусы диктуются людьми да давно в этом а бандарчук вроде бы ему дают бабочки но все равно его фильмы Я вот про Бондарчука не знаю, потому что он мой однокурсник. Я решил так, я как человек хитрый, что рано или поздно возникнет ситуация, что я с ним встречусь. И он меня спросит, ну, Иван, ну как? А я честно должен ему ответить, я не знаю, Федь, я не видел. И поэтому я не видел ни одного фильма, ни Джаника Фазеева, ни Федя Бондарчука. Конечно, это предательство, там личное предательство. Но зато это меня гарантирует отсутствие критики со стороны. Я такой ярдынец, то есть для меня важнее не истина, а для меня важнее личностный фактор, а не реальность. А если в целом, почему плохого? Те люди, которые заказывают производство того или иного фильма, очень далеки от производства. Они близки к бухгалтерии, да. Но они судят, как они ориентируются на бухгалтерию Голливуда. А это две, это разные, они, это англосаксы, это совершенно другой тип восприятия. Они экстраверты. У них сначала события, потом вывод из события. Мы интроверты. Ну, я уж, я, конечно, утрирую, то есть мы разные. Но если общие тенденции, глобальные тенденции, мы сначала чувствуем, а потом из этого получается некое событие. У нас фильмы случаются, а у них они рассчитываются. Но для того, чтобы у нас фильм случался, тоже должны быть профессионалы. В советское время и актерская игра, ну, блин, взять миллион фильмов. Как же они играют? Им даже говорить ничего не нужно. Ну, ничего себе, что он вытворяет. Сейчас актеры играют совершенно не так. Раз-два и общался. Почему? Во-первых, отсутствует профессионализм. Может, просто они где-то есть, но их не берут в кино большое? А где же они, Иван Иванович? Нет, меня они не берут. Не берут, берут любовников, любовниц. Вот как это было в 90-х годах. То есть, все это идет, вот, кто с кем переспит. От бабусов. Просто от бабусов или от знакомства. Или ты играешь на теннисном кухне. А пацанам, как только с заднеприводным, нужно... Да, да, у нас так получается, что у нас, смотри, кто снимает. Всякие-то слухи идут, что как бы почти там половина заднеприводных. Ну, не половина, а там две трети, вот скажем так, заднеприводных. А, посмотри, что у нас может быть. Вот почему я не в кино. Вот почему я не народный артист. Начинать поздно, понимаешь? Начинать поздно, я уже не нравлюсь. Блин, цвет на нас смотрят. Две минуты, две минуты. Иван Иванович, смотри, такой прикол, расскажу вам. Как бы мне... Может быть, хотя, что я вру? Ничего мне неудобно. Смогли бы вы порекомендовать меня кому-нибудь, с кем я... Из ваших товарищей... Интервью? Да, интервью. Привод мой не задний. Не заднеприводный, переднеприводный. Должен держаться друг с другом. Исходя из этой арты. Это же артынская логика. Это, кстати, то, что интеллигентным людям не должно нравиться. К сожалению. Ну, увы, иного. Слушай, я покумекаю. У меня круг знакомых широкий. Но те люди адекватные, с кем бы было интересно. И зрителю твоему интересно. И тебе поговорить... Ну, обычно таких людей всегда мало. Но я попробую. Если что-нибудь получится, я попробую с Назаром. Может быть, с Назаром удастся. А с Димчуком интересно можно было бы? С Владиком, кстати, у нас очень хорошие, добрые отношения. Мы постоянно пикируем друг друга, как это называется. Не подшучиваем. Но такое дружеское, артынское, родственное отношение у нас остается. Мне кажется, уже нас окружают просто. Окружают, будут ругаться. Завтра мы приедем в Москву. Нам родители отвезти на дачу, детей там. Это, ну, как бы, хозяйственная часть. Возьму Вадика телефон. С ним предварительно поговорю. А может еще с кем-нибудь, кого из-за того, вспомню. К сожалению, видишь, нам не дают поговорить. Я бы мотивировал, почему я просто ратую за христианство. Я не говорю, что кому-то надо. Это вот для меня, не знаю, как для других. Это Иоанн Кронштадтский говорил. Но для меня без христианства я пропал. Просто мне нужно это. Именно обряды. Мне, человеку неверующему, человеку склонному к скепсису, хулигану, панку. Ну, вот, блин, странно вот так. Ну, с другой стороны, ничего странного нет. Потому что у нас по документам в раю только один человек, разбойник. Все остальные по слухам. Соловей-разбойник? Нет. Я смотрел вашего соловей-разбойника. Господа, это ограбление. Не стоит волноваться. Здание заминировано. Перед нами совершенно новый образец русского человека-разбойника. Просто разбойник. Как порядочный человек я обязан предложить вам интим. Прекрасно. Мы делали для себя такую открытку. И прям с удовольствием. По деньгам пролетели. Понимали, что пролетели. Я пошел на него в кинотеатр 1. Пошел, потому что вы. Короче, я на вас подсел из-за интерна. До этого я знал только от Кирилла Ефимова, своего друга. Он такой мужик. Он говорит, там они с Бондарчуком. И он все фразы ваши знает наизусть. Он все время охлобысен. Он такой охлобысен. Потом интерны. И все. Я думаю, ничего себе. После интернов я пошел на Соловину. Он мне не зашел. В Соловине? Ну, бывает такое. Конечно. Давайте попрощаемся с нашими подписчиками. Ребята, всем любви и терпения. Все остальное можно купить за деньги. Спасибо. От души вам. Кванта полет бесконечно. Мы стоим перед лицом. Есть вещи, которые очевидны. Мы, как переднеприводные, должны друг друга поддерживать. Мы это уже порешали. Потому что мир принадлежит сейчас заднему приводу. Мы будем менять мир. А мы поменяем его. Девчонки, не бойтесь. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok